Наконец-то мы получили ответ на вопрос, ставивший нас в тупик с тех самых пор, как лег первый по-настоящему глубокий снег. Как русские умудрялись перебрасывать свои войска и технику прямо по снежной целине? Тогда как наше финальное наступление на Москву погрязло в снегах. Тогда как наше отступление было буквально привязано к наезженным дорогам. Русские снова и снова поражали наше воображение своей чрезвычайной мобильностью, способностью возникать с самых неожиданных направлений. Они неоднократно атаковали нас со стороны казавшихся совершенно непроходимых заснеженных равнин. И были, очевидно, зависимы от известных нам дорог. В этом было что-то не просто мистическое, но даже пугающее. И вот, наконец, в донесении штаба дивизии мы прочли объяснение этого таинственного явления. Они выстраивались колонны, шеренгу по двадцать или даже более человек, и просто-напросто шли по целине в нужном направлении. Силком оказывались и все подвернувшиеся под руку гражданские. Первым нескольким шеренгам, парахтавшимся в глубоких сугробах, приходилось действительно не сладко, и через некоторое время они падали в полном изнеможении. Тогда им на смену приходили следующие шеренги, посвежее. А уставшие уходили назад. Получалось что-то вроде огромного людского катка для утрамбования снега. Колонна таким образом не слишком быстро передвигалась, но постоянно катила вперед. И постепенно, в совершенно нехоженной целине, образовывалась новая, плотно утоптанная дорога. Задвигавшимися пешими порядком первыми колоннами следовали легкие грузовики. А за ними шла уже более тяжелая техника и артиллерийские орудия. Об этом людском снежном катке русских мы слышали или догадывались и раньше. Но как-то не верилось. И все же, это был он. Сия военная хитрость была сама простота. Возможно, она даже являлась составной частью подготовки русских. Но в наших методических материалах и программах подготовки о ней не было сказано ни слова. А в совокупности обрисовывалась следующая картина. Отсутствие подходящей легкой техники. Изначальное отсутствие правильной породы лошадей. Отсутствие подготовки к сильным зимним морозам. Отсутствие зимнего мандирования. Отсутствие медикаментов для лечения болезней, с которыми мы здесь столкнулись. Отсутствие своевременной информации о том, как правильно подготовить пулеметы к стрельбе при температурах окружающего воздуха ниже минус сорока. Все это повлекло за собой наше отступление от Москвы. А сейчас и риск. Быть окруженными и разбитыми под Ржевом.